Не нужно смотреть видео, как делать отжимания. Не нужно читать книгу, как сделать отжимания за одну неделю, 10 раз отжаться. Не нужно этого делать, нужно просто взять. Вне зависимости, в каком положении ты сейчас находишься, ты можешь начать что-либо делать. Даже если ты что-то лежишь, вот так вот на кроватушке, то ты можешь взять, открыть заметочки и начать писать свои планы на жизнь. На будущие 5 лет, 50 лет, либо же 100 лет твоей жизни. В зависимости от того, сколько лет ты хочешь прожить. Если ты хочешь прожить жизнь до 27, то окей. Если хочешь до 157, то тоже окей. Потому что, в принципе, если ты такой подумаешь, пораскинешь мозгами, как сапер, то, в принципе, ты можешь дожить до 157 лет, если ты станешь киборгом. Собственно, это видео мотивационное, вероятнее всего, вдохновляющее. И если ты хочешь продолжить смотреть его, то жми на лайкосик, подписывайся на канал. И также пиши в комментариях, что ты сейчас прямо сделаешь. Даже, возможно, в процессе просмотра видео. Потому что в процессе просмотра видео можно, допустим, делать заметочки об этом видеоролике. Открыть комментарии и начинать писать то, что, во, я понял такую-то идею. Либо же ты можешь в момент просмотра видео уже начать рисовать, если ты рисуешь. Либо же писать музыку и одновременно слушать, так прислушиваться к мыслям. Либо же в этот момент ты, допустим, принимаешь холодный душ. Тоже вариант. Собственно, этим видеороликам хотелось бы поставить жирную точку в твоем, так скажем... Я не могу сказать, что развитие это в плане просмотра видеороликовном развитии. Что я имею в виду? Смотри. Когда мы смотрим что-либо, когда мы что-либо читаем, по сути, мы развиваемся. Да, мы развиваемся, но если мы просто это читаем и просто смотрим, то мы, по сути, ничего не создаем. То есть мы ничего не делаем сами. Мне хочется донести мысль, что вполне возможно, вполне возможно, по крайней мере для меня так работает, что стоит что-то самому начать делать. Даже если ты смотришь видео, то, может быть, стоит сделать какой-то обзор на то видео, которое ты посмотрел. Либо ты посмотрел кинцо, может, стоит сделать обзор, реакцию. Либо же какое-то свое мнение высказать об этом кинце. Либо же сделать что-то подобное, ремейк. Либо же ты прочитал книгу, а она нигде не экранизована. Может, стоит начать и сделать свое кинцо по этому поводу. Либо же ты вдохновился каким-то стихотворением, может, наложить на него музыку и создать свой трек. Либо же ты послушал какую-то классическую музыку, либо же просто музыкальную композицию, инструментал. И ты такой, блин, а круто звучит. Может быть, придумать свои, так скажем, текста к этому. Тексты. Да? Что думаешь по этому поводу? На самом деле, мне так кажется, что это будет намного лучше. Это намного лучше, чем просто лежать. Намного лучше, чем просто читать. Чем просто смотреть видосы. Потому что, да, дружище, ты можешь потреблять эти большие горы информации. Но, по сути, они тебе практически ничего не дают. То есть, даже мои видеоролики, если ты посмотришь хоть все мои видосы на русском канале, на английском канале, да, они тебе добавят какой-то майндсет в голову. То есть, ты начнешь мыслить, как я. Некоторым родом. Но они тебя не приблизят как-то к успеху, то, что ты как-то продвинешься по своему пути, не ментальному. А именно в то, что ты станешь, о, круче художником станешь. Либо же круче музыкантом станешь. Чтобы стать крутым музыкантом, надо играть на музыкальном инструменте. Либо петь, либо же, так скажем, думать в этой сфере, но фиксировать какие-то свои мысли на бумагу. Да, в принципе, я могу предположить, что ты можешь развиваться, визуализируя. Но одной визуализации здесь не всегда достаточно. Визуализация, смотри, сравним. Знаешь, что такое визуализация? Визуализация, это когда ты с помощью, так скажем, визуализированных процессов изучаешь какой-то навык. То есть ты такой, так, я улучшаю свои отжимания, даже не отжимаясь. Ну, блин, ты спокойно понимаешь, что чтобы сделать 10 отжиманий, не нужно смотреть видео, как делать отжимания. Не нужно читать книгу, как сделать отжимания за одну неделю 10 раз отжаться. Не нужно этого делать. Нужно просто взять и отжаться. Верно же? Соответственно, тогда такой вопрос для тебя. С какой целью ты так смотришь много видеороликов? Этот вопрос не для того человека, который реально образовывается и заходит на YouTube просто на 20 минут. И, так скажем, гуглит специальный вопрос так, изучает. Ага, вот я смотрю то, что мне бы в рисовании улучшить мою технику рисования волос. И он такой гуглит, как нарисовать волосы более реалистично. Таким вопросом, к таким людям вопросов нет. Но если ты человек, который смотрит на YouTube в течение 5-6 часов ежедневно, либо же залипает в TikTok, лежит так по утрам, либо же по вечерам и просто не может оторваться, а потом смотрит, а, день прошел, и после этого такой, ну ладно, тогда завтра, может быть, начнем заново все это делать. Сегодня-то уже день потерян, ну завтра тогда, ладно. Либо после завтра, вот с понедельника точно начну, либо же с первого дня нового месяца. Если ты нашел себя в этом отражении, то, пожалуйста, дружище, начинай действовать, начинай двигаться, потому что никто, кроме тебя, особо это не сделает. Мое, так скажем, для тебя предпочтение, чтобы ты смотрел мои видеоролики как можно реже. Я не хочу сказать, чтобы ты не смотрел их вообще. Ну, потому что, ну как бы, для меня это не очень выгодно. Но ты можешь прекратить их смотреть. Но, что мне хочется до тебя донести. Ты можешь их смотреть, но смотри их как можно меньше. Смотри YouTube как можно меньше. TikTok. И развивайся сам в этом деле. А если ты смотришь какой-то контент, то только когда ты занимаешься чем-то параллельно. Допустим, ты завтракаешь, включу какой-нибудь мотивационный видос, чтобы вдохновиться, и потом погнал что-то делать. Либо же включу какой-нибудь образовательный видос, и буду смотреть, чтобы потом после завтрака начать делать. В таком, в таком ключе, окей, гуд. Но если ты просто такой, ну ладно, посмотрю, там все такое. Но если тебя просмотр видосов делает счастливым, то тогда почему бы нет, можешь смотреть. Главное, чтобы потом ты в жизни не жаловался, что, ой, я потратил всю свою жизнь на просмотр видосов. Собственно, это было видео для тебя. Надеюсь, что ты представишь сейчас свою жизнь в 90 лет, либо же в 100 лет, либо же в 110, и такой подумаешь, о чем ты будешь сожалеть наибольшим образом. Если в этом списке сожалений будет то, что ты потратил каждый день, смотря видосы по 8 часов, то окей. Если ты не сожалеешь по этому поводу, то окей, продолжай смотреть видосы. Реально. Потому что мои видосы только для тех, кто жалуется, либо для тех, кто хочет расти выше. То есть две категории людей, кому будут полезны мои видосы. Это для тех, кто жалуется на жизнь, такой, блин, у меня ничего не получается. Либо же для тех людей, которые хотят сами себя взращивать и постепенно наполняться этим майндсетом. Мои видосы могут быть полезны только в основном по майндсету. А то, как вы делать будете, это уже решаете вы на основании своих вещей, которые вам нравятся. Потому что кому-то нравится фотографировать, кому-то нравится рисовать, кому-то нравится петь, кому-то нравится на музыкальных инструментах, на дуде играть, да? Собственно, вот так вот. Собственно, друзья, до свидания. Хорошего вам настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, пиши в комментариях, какие дела ты сейчас будешь делать. И до новых встреч. Все у тебя будет классно, крут как Наруто. Пожалуйста, двигайся вперед, все зависит только от тебя в этом мире. Ни от твоей мамы, ни от твоего папы, ни от твоих дедушек, бабушек, ни от твоей кошки, ни даже от твоего учителя. Ни от кого ничего не зависит, кроме как от тебя. Спасибо большое за просмотр. С вами был Гер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok